Ну а мы переходим к следующему иностранцу малоизвестному, которого звали Джордж Дитсон. Американо. Да. Итак, как мы сказали, это был первый из американцев, который посетил Северо-Западный Кавказ. Он написал книгу «Черкесия» или «Путешествие по Кавказу». Ну, весь Кавказ тогда Черкесии назывался, да. Издана книга была в 1850 году. Посвятил он, кстати, графу Воронцову, которого назвал воином, дипломатом, дворянином, интеллигентом и с большим почтением. Вот. Ну, соответственно, Марина Спасенова взяла сканы, английские сканы этой книги из Абхазской интернет-библиотеки. Это не обстоятельство? Ну да, она родимая, да. Большой привет ее основателям, спасибо за вашу деятельность. Классный ресурс. Вот. Но не русский, а просто английский текст сканированный. Ну, естественно, она потратила силы и время на то, чтобы перевести третью главу, то есть, ну, не всю книгу, посвященную поездке Дитцина на колесном пароходе из Крыма вдоль Черноморского побережья Кавказа, вот вдоль вот этих всех укреплений береговой линии и так далее. Соответственно, вот, значит, это был русский военный колесный пароход, он был загружен, соответственно, там войсками, пассажирами, ну, и Дитсон, соответственно, вот на нем плыл. Что он пишет? Ну, мы сделали выборку о черкесах. На борту я увидел множество солдат и офицеров из русской, так называемой, Кавказской армии, стоявшей в фортах вдоль побережья. Тесно прижавшись друг к другу, на той же палубе сидели турки, татары и черкесы, в котором правительство, желая примирения, предоставило свободный проход. То есть, вот интересный факт. То есть, какой-нибудь немирной горец мог к себе домой вернуться на русском пароходе, на время как бы успокоившись. Среди них попадались бедные женщины и девушки, ну, в смысле, несчастные, в смысле, холодно там, там море, там дождь, которые должны были оставаться со своими компаньонами на открытой палубе, несмотря на возможность ненасти. Мое внимание привлек один молодой человек в весьма своеобразной одежде. Ну, понятно, что для американцев вот этот костюм мужской, кавказский, он был экзотичный, да. Он смотрел на остальных пассажиров с некоторым надменным пренебрежением. Это наш противник, сказал мне русский офицер. Но сейчас он дружелюбен, и мы можем подойти поговорить. Ну, понятно, я только что сказал, что вот на время успокоены. Да, мы подошли, и русский офицер приказал, вернее, попросил его показать свой костюм. Его тело было окутано коротким плащом, буркой. Кстати, насчет коротким. В первой половине 19 века бурка была до колен. Да и черкеска была выше колен. Вот потом это все к концу 19 века резко упало до пяток. Вот этого, кстати, многие, ну, как бы не знают. Вот. То есть, буркой изготовлены из очень ворсистой толстой ткани и зате стегивающейся кожаным ремешком у горла. Голова была покрыта остроконечным серым капюшоном с длинными концами, ну, то есть башлык. Охватывающими подбородок и завязывающимися сзади на шее. Ну, то есть, американцы, это вся какая-то экзотика, как индейский костюм. Это он подробно записывает бурку, башлык. Молодой человек распахнул плащ, ну, бурку, и позволил изучить его одежду. На нем было длинное мешкообразное драповое пальто. Кто еще со стороны понял, что это черкеска, да? Ну, насчет мешкообразное правильно. То есть, мы говорили в предыдущих выпусках, что оно, да, действительно было слегка, ну, не по фигуре. Настоящая такая вот походная повседневная черкеска. Которая, не имея никакой застежки, соединялась на талии красивым узким поясом. Ну, застежки, в смысле, видимо, пуговицы он не увидел. Там крючки вот эти вот мелкие были, да? Снабженным двумя пистолетами и длинным, украшенным слоновой костью и серебром, черкесским ножом. Ну, кинжал. Рубашка, жилет и пальто без рвотников ловко охватывали его длинную жилистую шею. То есть, комплекцию горца заметил. С каждой стороны груди были пришиты ряды узких вместилищ, сверху украшенных слоновой костью. Ну, то есть, это газыри деревянные, сверху эти, костяная, право, да? Ну, вот как на фотографии. А внутри содержащих порох и пули. Ну, это понятно. Наверное, внутрь сильно не загляд. Но, что интересно, он пишет, были просто декоративные. Ага, тогда все-таки заглянул. Значит, в некоторых газырях были пули, а в некоторых нет. Но мы сразу начинаем вспоминать, что туда помещались какие-то важные походные принадлежности. Некоторые говорят, что какой-то суперпитательный бульон там был в одном. Да, другие говорят, что там были просмоленные щепочки, серные нитки, чтобы разжигать. Может быть, кто-то вспомнит про так называемый походный фильтр, когда вот газырь, но там не патрон, там песок, уголь, оправа. Поправо берем в грязную речку, пьем чистую воду. То есть, ну, наверное, всякие походные причиндалы в виде таких же трубочек-палочек-газырей. На голове под капюшоном у него была шапка из длинной волнистой шерсти, которая смешивалась с его волосами, свисала на высокий лоб и почти достигала плечей. То есть, вот курпей у этой папахи был длинный такой, аж вот это, как вот, ну, там, глаза там вот так вот были, едва видны. Штаны были желтого цвета, подчеркивающие талию. На голове были туфли, застегивающиеся ремешками. Ну, понятно, что это ноговицы, там, чавяки, но для него это все туфли, пальто, там, плащ. По-европейски. Да. Он был высоким и стройным, но очертания мускулов и плечей скорее были женственными, что свойственно мужчинам-адыгам. Интересно. А что это? А как это? Какая же там женственность? Все просто. Значит, мы к этому еще в следующем путешественнике придем. Многие иностранцы, когда подмечали комплекцию русских, ну, там, казаков, солдат, горцы говорили, у них абсолютно разная комплекция. И если вот сейчас, как бы, что у нас такое вот понятие российская национальная олимпийская борьба, в основном она представлена кем? Крупными, раскорбленными, раскачанными, мощными борцами с Кавказа. Но вот такая комплекция, писали тогдашние авторы, была свойственна больше русским, а горцы, наоборот, были сухие, жилистые и маленькие, ну, и ростом пониже. Соответственно, он говорит, он весь такой мускулистый, жилистый, но нездоровый по-мужски. А у него, как бы, и рост, и комплекция больше, как бы, вот такая тонкая, как бы, сторону женской. То есть, да, действительно, все описывали горцев, ну, как бы, по весовой категории меньше, чем, ну, большинство, там, русских, там, солдаты или казаки. То есть, он вот, это ему и попалось на глаза. Что он говорит, что он высокий, стройный, мускулистый, но как-то фигура у него, это не такая мощная, как бы, как вот сейчас у современных кавказских борцов, да. Он такой, сухой, жилистый, маленький. На довольно начальственный тон русского он отвечал с достоинством. В его больших глазах загорелись высокие стремления души, но в то же время руки пребывали в тревожном нервном состоянии, которое проявилось бы в иной форме, встретив он этого своего безопасного русского врага в своих родных горах. Ну, то есть, все понятно. Когда стемнело, пассажиры на палубе стали укладываться спать прямо на свой багаж. Мужчины и женщины и дети сбились в одну кучу. В своих куртках из овчины они были похожи на стадо овец. Ну, в боргах. Так, без укрытия, они лежали на холодном воздухе. Если бы пошел дождь, он причинил бы им большие неудобства. Ну, в принципе, на военном пароходе кают там особо и не было. То есть, там капитан, там еще одна-две каютки для офицеров и все. А еще на пароходе ехала некая леди, ехавшая к своему мужу в одно из береговых укреплений. С этой леди была черкесская рабыня, тоненькая девочка лет 10-12. С многими другими она была взята в плен при разорении ее аула русскими. Девочку отдали этой женщине с обязанностью растить, воспитывать и отдать замуж, когда она сама того пожелает. Зато сразу вопрос, девочка рабыня отпадает. То есть, попавшую в плен девочку отдали на воспитание русской даме. И причем, как бы, да, действительно, я даже об этом статью писал с Мариной. Были специальные документы, обязательства, свидетельства. Ну, это как опекунство, короче. То есть, как вырастет, выходит замуж, и вы обязаны ее обеспечить в жизни всем. Черкешенко была худая, бледная, меланхоличная и приковывала к себе внимание, хотя и не была красавицей. В разговоре с лейтенантом Анрипом, капитаном парохода, я упомянула виденной черкесской девочке. И он тут же разыскал ее и стал переводить ей мои вопросы. Она отвечала без особой робости, но еще более побледнела, очевидно, еще помня обстоятельства своего плена. Она выглядела такой хрупкой, что, казалось, не сможет прожить без внимания своей новой хозяйки. Лейтенант спросил ее, не хотела ли бы она вернуться в свой прежний дом. На что девочка ответила, что ей все нравится здесь и возвращаться она не хочет. Думаю, и она умрет молодой, так как ее нежная душа ее вряд ли выдержит жизненные бури. Ну, то есть, видимо, болезненная, слабая, здоровьем. И вот Дитсон, пообщавшись с этой девочкой, так вот записал. Потом он еще какое-то время в своей книге рассуждал вообще о местной торговле черкесскими мальчиками и девушками. То есть, высказал свои предположения на эту тему с точки зрения европейца. И подметил вот интересный факт. Дело в том, что эта кабала, рабство местное, с которым мы связываем все самое отвратительное и унизительное, в действительности лишена этих черт. То есть, он эту особенность черкесской работорговли верно подметил. Что родители черкесы с нетерпением ждут, когда их детей купят и отвезут в Константинополь. С теми же чувствами, как какой-нибудь фермер в Новой Англии, ну это Америка, США, то есть штат, да, смотрит на своего перспективного сына, зарабатывающего капитал на торговле. Ну то есть, как это, сына в город надо устроить. То есть, вот они попадут в Стамбул, в Турцию, там они свое финансовое счастье найдут. Как американцы, так и горцы желают освободить своих детей, чтобы они могли сделать свое имя и богатство в городах. То есть, получается, для черкеса вот этот вот плен турецкий, это как бы, это поездка в город на заработки за лучшие доли. В разное время сыновья черкесов достигли больших высот в Османской империи. Мать нынешнего султана и адмирала турецкого флота, ну то есть, два человека, бывшие черкесские рабы. То есть, мать нынешнего султана и адмирал турецкого флота. И я снова буду писать об этом, так как видел многих проданных детей, ставших замечательными людьми. Хорошо, что русские спасают их от магометанства, за это они, несомненно, получат свою награду от Христа. Но, с другой стороны, я бы не сказал, что состояние черкесов, освобожденных русскими от продажи, значительно улучшилось. Лейтенант Андреб заверил меня, что никто из них не хочет возвращаться обратно в свои сакли, даже если им предоставляют полную свободу выбора. То есть, они говорят, нет, нет, в Турцию, в Турцию, пожалуйста, вот куда нас продали, туда вот вы нас с полтороги русские крейсеры перехватили, нет, нет, нет. Поэтому, да, так часто и бывало, что освобожденные черкешенки с кулаками, там, сарапаясь, бросались на русских матросов и даже за борт прыгали, не желая возвращаться в свою бедную черкесскую страну, потому что вот они были в ожиданиях вот этого вот рая стамбульского, гаремного. Ну, пароход плывет дальше. При входе в бухту Новороссийска пароход на полном ходу врезался в подводный камень. Как только в крепости стало известно, что мы напоролись на скалы, сильный отряд казаков расположился на ближайшем берегу, чтобы предотвратить нападение черкесов. Несмотря на свое внешнее дружелюбие, они не упускают случай атаковать попавшее в беду судно. Такой хищный отряд может собраться в горах очень быстро. Казаки зажгли костры на берегу, а мы спустились в трюм, чтобы отдохнуть. Утром меня позвали на палугу, чтобы увидеть собравшихся на берегу немирных черкесов. Их было человек пятьдесят, стоявших мили от нас. Я взял подзорную трубу, чтобы рассмотреть их. Эта живописная группа людей выглядела совсем как на картинах. Они спешились с лошадей и вели их под узцы, глядя в нашу сторону. Мы, конечно, молились за наше спасение, потому что если бы ветер поднялся с юга, то пароход был бы разбит в куски и планы разбойников были бы реализованы. Черкесы выглядели как великолепно сложенные высокие люди. Это тот самый человек, который описывал, что у них какие-то фигуры более женские, чем мужские. У каждого за спиной висело ружье, на поясе поблескивали кинжалы с ручками и слоновой кости. Но, видимо, у него была хорошая подзорная труба, чтобы за милю он все это видел. Их серые облегающие платья придавали им великолепный вид. Еще раз напоминаю всем любителям настоящей черкесской истории, особенно адыгам. Хотите выглядеть один в один, хотите носить настоящую черкесскую одежду, «Пошейте себе из серого сукна и серой ткани». Вот это самый распространенный был цвет. Ну да, цветастость на любви. Да. Наблюдать за этим было чрезвычайно интересно. Иногда было видно, как ловко пробирались их кони через скалы и стремительную реку. Казаки еще были на берегу, а транспортный корабль наконец подошел, бросил рядом с нами якорь, чтобы помочь сняться со скал. То есть корабль разгрузили, перегрузили с него груз на этот корабль. Он приподнялся и со скал сошел. Вот, вскоре после этого черкесы исчезли. Вероятно, они вернулись в свои долины. То есть корабль прибыл в Новороссийск. То есть мы вошли в эту узкую бухту и встали у крепости небольшого селения. Я несколько дней совершал прогулки, и самым интересным было наблюдение разнообразных костюмов. Почти на каждой улице Новороссийска и в магазинах я видел черкесов. Однако они не выглядели такими боевыми, как тогда на берегу. Ну, понятно, в конце концов, когда они посещали российские укрепленные форты и города, их при входе разоружали. Оружие у них отбирают при входе в город и не отдают, пока не выйдут. Некоторые из черкесов привезли на продажу птицу, яйца, сено и мед. Они обменивают это на соль и другие вещи, которые нельзя найти в горах. Мы стояли наверху крепостного бастиона и увидели, как по дороге к воротам едет верхом женщина, а перед ней идет пожилой мужчина, видимо ее дедушка, ибо сама эта женщина была очень молода. И с любопытством мы спустились и, проходя мимо, поклонились ей по-турецки. Ну, то есть, как-то там по-особому, да? Они проводили нас удивленным взглядом, потому что, видимо, не привыкли к такой любезности со стороны русских солдат, которые, видимо, по-турецки не кланялись. Там как-нибудь еще, видимо, вот этот вот к сердцу, колбу там ладонь прикладывали, да? Старик обратился к моему спутнику по-турецки и, поняв, что мы иностранцы, намекнул, что он вообще-то будет продавать девушку, так как сам беден и у него большая семья. Ну, то есть, получается, дедушка привез внучку на продажу. Мы последовали за ним в его магазин, который служил также жильем. Ну, то есть, получается, этот черкес как бы имел в Новороссийске какую-то лавочку, да. Здесь он показал нам поближе прелести своей внучки. Можно было предположить, что в детстве она была хороша, но трудно представить, какой она стала бы, приобретя женственность. Вот тоже фраза, требующая комментариев. То есть, он говорит, ну, как сказать, ну, маленькой девочкой она была явно красавица. А какая она будет, когда уже подрастет, неизвестно. То есть, получается, мы так узнаем тот самый возраст продажи черкесских девочек. Когда приобретается вот эта вот угловатая подростковая некрасивость, когда вот, знаете, вот как говорят, в гадкого утенка превращается, а потом раз и в красавицу расцветает, это обычно 12 плюс-минус 2 года лет. То есть, там, 11, 12, 13, 14 лет, ну, ближе к 15 уже что-то начинает более-менее формироваться. То есть, оказывается, в этом возрасте, вот Дитсон, вот, наблюдал эту маленькую девочку, прикидывая, а какая она будет через пару лет. Ага. Да. Пароход плывет дальше. В Геленджике я решил найти компаньонов, чтобы прогуляться по долине и осмотреть интерьер черкесской деревни. Но мои спутники заверили меня, что это невозможно. Черкесы только с виду дружелюбны. На деле же не упустят случая пристрелить иностранца, вышедшего за пределы крепости. Солдаты говорили, что места здесь очень красивые, и они хотели бы часто гулять там, ну, Геленджи, курорт современный, но никогда не выходили за ограду без сильного военного сопровождения эскорта. После этого я беседовал с господином Эдмондом. Это был шотландец, механик с нашего парохода. И он подтвердил, что однажды чудом избежал смерти. Мальчик, бывший с ним, увидевший, как спрятавшийся черкес поднимает ружье для выстрела, крикнул, он англичанин! Черкесы сам догадался об этом, ибо видел, что этот человек как-то небрежно разгуливает вне стен крепости, что русские этого никогда не делали. Эдмонд утверждал, что он и сам видел, что горец поднимает ружье, но даже и подумать не мог, что это просто его хотят застрелить. Вот, что выстрел предназначался для него. В то время он недавно прибыл на Кавказ и еще не знал всех местных опасностей. Еще интересный момент. Моя простуда, которую подхватил Новороссийский, усугубилась, и мне порекомендовали горный мед в качестве верного средства. Я отправился искать его и нашел в небольшом магазинчике, похожем на продуктовые магазины нашей страны. Ну, то есть лавочки в Деленджике, в этом уже городе, со всеми товарами. Здесь же я купил несколько фунтов печенья и тяжелый белый сыр. Сыр, как и мед, привозился черкесами с гор. Белый, значит, не копченый, видимо. Знаменитый адыгейский сыр, который в последнее время там завоевал эту официальную торговую марку. И вот все, теперь вот это вот. То есть оказывается, простуду надо лечить с помощью адыгейского сыра и адыгейского горного меда. Может быть, даже до сих пор. Помогает. Да, да, да. По нашему прибытию обратно на корабль мы узнали, что к нам присоединился знаменитый черкесский князь Джубский. Ну, Джубга. Долина реки Джубги. То есть напоминаю, что демократические прибрежные племена, они даже не племенами исчислялись, а долинами горных рек, куда вот впадает там Джубг, там, вот если Анапу мы вспоминали, там, общество долины Куматыря. Ну, речь как Куматырь. Или общество там Супсех. Или общество Супко. Ну, и так вот по всему побережью. Вот. То есть Джубга. Ну, насчет князя, видимо, нет. Просто местный, ну, старшина, предводитель, да. Потому что у демократических племенок нельзя как таковые отсутствовали. Он был самым высоким и отлично служенным среди всех черкесов, которых я видел. Ну, правильно. А за что еще старшины и предводителям выберут? За личные военные успехи. Да. Самые в бойки. С шерстяным поясом, длинное серое пальто и панталоны ниже колена. Ну, опять же, американский способ описания одежды, да. На ногах аккуратные красные макосины. О, с индейскими сравнил. Да, да, да. В принципе, похожий. Да, причем красные. Ну, правильно, высшая знать, красные макосины. Он был увешан богатым и любопытным оружием. Две узкие полоски кожи, украшенные серебром, пересекали его грудь от плечей. Справа висел большой колчан из черного бархата с серебряной плеткой, заполненный стрелами, которые легко можно было достать правой рукой. Слева висела красная сумка для лука. Кстати, кто сейчас делает какие-то там реконструкции, пожалуйста. Вот, цветовая гамма. На поясе покоился богато украшенный черкесский меч и пара длинных пистолетов. То есть, вот та княжеская система, когда еще родовые древние луки и стрелы не носят, как признаки своей власти, ну, и статуса дворянского. То есть, это был явно дворянин. Не князь, но дворянин из предводителей. Но при этом пистолеты огнестрельные тоже присутствуют. То есть, вот это вот лук с пистолетами. Вот это переходная эпоха вооружения, да. Но здесь лук больше как церемониальное оружие используется. Признак аристократа. Да. Его спутник, также дворянин, был одет в сюртук и штаны из синей ткани с узкими серебряными лентами. То есть, парадная черкеска, синяя, с серебряными головнами. Верхняя часть тела и оружие были скрыты под лохматой буркой, которую он никогда не снимал. Кстати, здесь, в Геленджике, мы простились с нашей прекрасной леди и ее маленькой черкешенкой. Ну, то есть, ее муж служил в гарнизоне Геленджика. Получается, она здесь с парохода сошла и осталась. Ну, это на тему того, что не надо проводить таких жестких аналогий, что там абсолютно какая-то нелюбовь была между этими сторонами. То есть, вот, как бы, девушка, сочетавшая в себе маму черкешенку и папу казака. Печать на лицо и неуверенные манеры привлекали мое внимание, и я пригласил ее посмотреть рисунки, которые делал на побережье. Ну, а счет печального лица и неуверенных манер, с точки зрения европейца, это просто он так воспринимал тот кодекс поведения женщины скромного, которого присуще было местным дамам. Она сразу узнала холмы Анапы, хлопнула в ладоши и лицо ее озарилось с восторгом. Ну, то есть, да. Но потом вспомним, что имеет дело с незнакомцем, снова затихла и вышла сразу, как только кончился дождь. Ну, то есть, вот этот вот кодекс поведения местной женщины. То есть, немножко так вот встрепенулась от удивительного. То есть, она началась, да, но тут же сразу обратно, вот в эту вот скромную позицию. Ну, вот, в принципе, а диться не можно было бы говорить и дольше, но достаточно, он плыл дальше, там, в конце концов, там Сухум, Гагра, Абхазия. Ну, мы, наверное, остановимся на этом. То есть, вот так он описывал попадавшихся ему черкесов путешествия вдоль береговой линии, то есть, по нашему Западному Кавказу. Продолжение следует...